Всем приветики! В Fortnite появилась возможность делать 30-секундные игровые клипы. Ну и как обычно, когда в Fortnite появляется что-то новое, за использование этих новых возможностей вам дают какие-то плюшки. И сейчас, если вы будете пользоваться программой постпартии, которая создает игровые клипы, вы получите обертку и граффити. Ну а чтобы воспользоваться этой программой, получить халяву, вы переходите в Google Play, находите там программу постпартии, это для андроида, для iOS там тоже такая же будет, и скачиваете ее. После чего, как вы ее скачали, у вас она появится. Вы открываете ее, и у вас сразу появится надпись о том, что нужно войти в нее. Когда вы войдете, у вас откроется браузер, и нужно будет ввести логин и пароль. Не пугайтесь, все нормально, можете вводить. Я проверил. Потому что поначалу я подумал, вдруг это какая-то скамерская ссылочка, и сейчас мои логины и пароли уведут. Но нет, все нормально. У меня пока что не увели ничего, да и вроде все официально. Вот. После того, как вы залогинитесь по той ссылке в браузере, вас обратно перебросит в программу, и здесь у вас будет написано, что вы можете делать клипы. Ну а в игре уже, когда вы будете играть и убьете кого-либо, то у вас появится надпись о том, что можно сделать клип. Получается, что в игре, когда вы кого-то убиваете, у вас появляется такая вот надпись «Зажмите Escape, чтобы сделать клип». И когда вы зажимаете, вы делаете клип длиной в 30 секунд, которые уже прошли. То есть, это 30 секунд будет не которые сейчас будут, а 30 секунд, которые уже прошли. То есть, 30 секунд до этого момента. Вот. И когда вы зажимаете Escape, ну так же, как когда к вам кто-то в друзья добавляется, вы зажимаете Escape и добавляет. Так и тут. Зажимаете Escape, и оно добавляет. Вот. После чего, этот клип у вас появится вот здесь. Но не сразу здесь будет идти обработка. Когда он обработается, вы нажимаете, и у вас открывается этот клип. Вот. После чего, вы нажимаете «Поделиться», и у вас тоже идет обработка. И эта обработка довольно-таки долго длится. Но когда она обработается, и когда будет клип готов для сохранения, то тогда у вас, вы можете не отправлять его ни в какие социальные сети. И у вас там будет галочка «Просто сохранить на телефон». Нажимаете «Сохранить на телефон», и все. И вам дают вот эти вот предметы в игре. Но чтобы их получить, вам нужно перезайти в лобби. Вы можете либо просто выйти из игры и зайти в нее снова, и у вас появятся эти предметы. Либо сыграть катку, и когда вы снова вернетесь в лобби, у вас появятся эти предметы. Но если не появятся, то да, перезайти и точно появятся. Вот. И таким вот образом можно получить предметы. А на телефоне, вот, получается, у вас появится такое окошко, и у вас будет написано «Либо куда-то отправить». Вот оно уже обработалось, получается. Либо «Просто сохранить на устройство». Я нажал «Добавить на устройство», и у меня сохранился этот клип, и после чего мне дали вот эти вот награды. То есть не обязательно куда-то отправлять. Можете просто сохранить на телефон, и все. Я, кстати, думал, что именно это приложение будет как ТикТок. Только игровой ТикТок здесь будет все делиться своими клипами и смотреть чужие клипы в этом приложении. Но, получается, это приложение нужно только для того, чтобы сохранять и ваши клипы. Все. Все, что нужно делать, это просто сохранять ваши клипы. Оно больше ничего не делает. А дальше вы уже эти сохраненные клипы либо отправляете куда-то в какую-то социальную сеть, либо просто сохраняете, а потом куда-то вылаживаете. Ну и все, оно больше ничего не делает. Ну а в игре у вас появится уведомление о том, что можно сохранить. Кстати, сохранить можно не только тогда, когда вы убили кого-то. Просто момент убийства — это такой как бы крутой момент, и в этот момент оно само вам предложит. Но до того момента вы можете сами в любой момент нажать Escape, нажать и удерживать. И у вас тоже сохранятся 30 секунд до этого нажатия. Ну, с момента нажатия и перед ним 30 секунд сохранятся. То есть вы можете начать играть и даже не ждать, когда у вас будет убийство, а просто в любой момент зажать Escape, даже находясь в менюшке. Даже в главном меню, находясь, нажать и удержать Escape, и у вас сохранится клип. После чего, ну, как я уже говорил, нажать поделиться, сохранить на устройство, и вам дадут предмет, и все. Ну а клип вот какой у меня получился. Правда, здесь разрешение маленькое. Я играл в Full HD, а разрешение получается совсем маленькое. Всего лишь, ну, не Full HD, а просто HD, то есть 720p, а Full HD это 1080p. Вот. И битрейт у него тоже слабенький, 8000 всего лишь. Ну и, а выглядит оно вот так. Ну вот такие вот клипики, клипики получаются. Которые можно вылаживать куда-нибудь, но они маленькие какие-то, я не знаю. На Ютубе это как-то маловато, но, в принципе, я не знаю. Для ТикТока, наверное, вот для ТикТока как раз было бы нормально такое. Но, не знаю, заполнять ТикТок чисто киллами своими. Ну, хотя если как-нибудь круто сыграл, прям вообще жестко, и хочется поделиться. Ну, в принципе, да. А полезная функция, когда ты там прям, я не знаю, десятерых там убил. Хотя оно же пишет только 30 секунд. За 30 секунд, ну, последних там пару человек убил. И сможешь этим поделиться. Ну, не знаю. С одной стороны прикольно, а с другой стороны не сильно. Вот. Чтобы подольше можно было бы делать клипы, и чтобы они были в полном разрешении, все такое было бы круто. Не, ну, вообще, в целом задумка крутая, на самом деле, то, что можно делать с клипами. Вот. А, кстати, еще отключить уведомление об этом. О том, что вам будет... Вы можете сделать клип. Можно в настройках самого Фортнайта, в настройках конфиденциальности. То есть вы заходите в Фортнайте в настройки управления аккаунтом, и там в конфиденциальности. Ну, самая последняя вкладка, там аккаунт и конфиденциальность, по-моему, называется. И там есть вот такая надпись уведомления от постпартии. И просто отключаете, тогда он не будет высовечиваться. Вы просто сами, когда вам нужно, зажмете, и все. Но лучше, чтобы высвечивалось, наверное, мне кажется, что вы знали, что происходит. Вот. Чтобы если вы там даже случайно нажали, чтобы вы видели, что вот произошло с охранением. Вот. Ну, на этом все. Всем пока-дова.